доброе утро выспался все по кайфу пол восьмого выходим на завтрак завтрак у нас здесь 7 до 9 уже в полном разгаре должен быть так скоро вернусь такое ощущение как будто все еще спят ну и замечательно так спускаемся нет нет че у нас там в окне нифига хотя нет что-то видно огоньки какие-то местные для удара головой вот хорошо что я надел куртку прохлада taste shop и погнали там пара помидоров не помешает даже авокадо есть обалденно но это что такое попробую непонятно что так вот это завтрак будет так 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 сосисочки и горяченька надо взять ну и амлетик и 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 ok, let's go о боже ж, господа жадность ну вроде и то, и то просто хочется попробовать и это, и это ну блин, да в принципе, тут что я, наверное, все и съем большую часть занимает помидоры с этими, с огурцами так что ладно вам, че вы приятного аппетита так, это, короче супер мелкий маринованный лучок сладкий, очень вкусный да, было вкусно блинчики, я же обещал, что схожу за вами ой, пойду за блинчиками еще и кем- поглянусь дозу не так чтобы кто-то достойно я вер Nutella все красота да завтрак был просто великолепный картинки тут висят так ну что есть еще час так было дохода еще через час уже прибываем если не опаздываем возможно по радио объявили что мы прибываем в 10 они в 9 так что будем ждать объявления как оно случится так и пойдем в машину прибываем все выходим из каюты блин обалденно было конечно просто крутейшая каюта удобнейшая так ничего не забыл вроде ничего не забыл блин просто супер душевая супер комната обалденно теперь если паром то только стена джерманик так ну и все погнали так ничего не забыл опять же да вроде бы погнали короче искать тачку так тачка вроде на четвертом на четвертом этаже красная зона выход я через зеленую поднимался грин стоит туда дойдем до зеленый спустимся до 4 и дальше тоже уже знаю куда идти вроде если не ошибаюсь то я стою прям первый теперь на выход обалденно ски передо мной просто будет открываться рукав скажем так так ну походу это и зеленая будем считать что это и зеленая ой становится прохладненько уже вы здесь не я на красной зоне через красную если вы идут замечательно по моему там двери не работали но я здесь не выйду здесь двери вот такие вот затверка иначе мне надо все таки подняться обратно так хорошо я здесь на красной тут зеленой вообще нету я здесь на красной а зеленая вообще нигде не написано тушь зеленая где-то другой стороне какие удобные места магазин магазин ею а так тут тоже тут еще и рабочий автомат так и зеленую я так и не вижу о ни фига мы мчимся так но радует что еще пока идем значит я не опаздываю не вижу зеленую секцию так а 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 артур а а а а и Надо искать свою секцию, где мне подходить Попробуем на лифте Возможно, у меня просто третий этаж, а не четвертый Да, тут не работает Не открывается дверь Извините А там написано в зеленую секцию В зеленую секцию В зеленую секцию, вы на другой стороне В зеленую секцию В зеленую сторону Если вы заходите туда, у меня есть еще одна дверь В другой стороне Спасибо большое В зеленую секцию В зеленую секцию В зеленую секцию о блин наверх поехали отлично на восьмой кто-то вызвал меня должны открыть или как ну да естественно другого выхода нет ну лифтом можно не лифт тоже не везет они за 15 минут до прибытия то есть они открывают закрыты короче пока еще выходы реально везде свои правила лифт не везет прохлады закрыты так а вот вот собственный киль сколько еще доплывать сейчас братана притянет короче нас своими мощными руками к берегу тянет 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 все включали вор так движняк-движняк на последнего держать пока не перешмартоваться теперь бегом до тачек так это пятый я на третий валюк я не знаю фиг его знает ну да я стопудовый на третьем сантиметр и красавчик снять сколько свободных мест сегодня Хоть и паром раз в сутки, а не собирается до киля, полный паром. Чё у него там? Фигня какая-то. Так, о, подтаял. Помыть бы его теперь. Так, открывается. Так, если только осмотрим, что надо сделать. Открывается. Так, скорее открываем смену. Ставим, короче, молотки. Начало от страны, на этот раз у нас Германия. 9.18. Так, снимаем паром. Всё, заводим автомобиль. Так, сбрасываем адометр дневной. Паром у нас завершён. Так, до заправки в Бельгии. Сейчас смотрим, сколько у нас там. Так, ну, я готов, ребят. Кстати, знаете, что я ещё не готов? Мне давали, я видел, один из штрих-кодов. было написано. Эксид паскиль. Так что, окей. Всё, пригласили. Помчались. Всё. Bye, ребята. Goodbye. Поехали. Блин, красота. Просто великолепие какое-то. Так, маршрут стройся, пожалуйста. Навигатор, не тупи. Простраивай маршрут. То я не знаю, куда ехать. Так, сейчас надо гуглом тогда воспользоваться. Он-то у нас быстро всё знает и умеет. Так, 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 едем мы. Блин, построю до, я не знаю, до Франции. Блин, не помню, как там называется. Ладно, Бельгия. Хотя бы в сторону знать, какую ехать. Так, налево вроде как написано грузовикам. Не? Я не... Куда ехать? Блин, вот печаль выезжать первому. Или сюда всё-таки. Да, наверно, сюда. Куда же ещё-то? Просто тут какие-то ворота, закрыто всё. Может откроется. Вот зелёный загорелся, вот и ворота открываются. А я беспокоился. Так, давай, не тупи. Простраиваем маршрут. И штрих-код даже не понадобился. Так, ну указатели есть. Написано Fennwerkhecher налево. Наверно, это автомагистраль имеется в виду. Fennwerkhecher. Так, по тахографу всё хорошо. По машине всё хорошо. Топливо, надеюсь, до заправки закончится. Вот если бы мне ещё навигатор мой сказал. Где? Сколько нам ехать? Надо его перезагрузить. Да, господа, навигатор. Точнее, вот этот планшет, планшету рознь. Как же хорошо у меня работал на моём первом DAFе планшек. Вообще не глючил. И как подлаговывает этот. Так, ну а это немецкий город Киль. Красота. Всё так как обычно, всё так ухожено, интересно. Только вроде с портовых или уже какой-то исторический центр якобы. Вроде бы симпатично. Блин, классно первому выезжать. Потому что сейчас всё равно такой поток пойдёт с парома. Так вот, мы насчитали. Где-то на одном этаже, получается, около 60 машин стоит. Так, братан, ну дай уже. Ну, ё-моё. Как же так? Я что, должен резко оттормозиться и пропустить тебя? Так, так, так. Так вот, на автомагистраль направо. Ладно, следуем указателям. Я думаю, они не подведут. Да и... Так, я еду по полосе для автобуса. Сами сказали же направо. Ну, кстати, и мой навигатор тоже говорит направо. Гуглский. Что, успеваем? Да, нормально всё. Да-да-да. Так. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ну. Есть. Так. Что, дальнейшие инструкции на дороге мы увидим? Нет? Гугл говорит налево скоро. Может быть. Так, дождёмся, когда будет интернет подключён на рабочем навигаторе. Да, киль прямо во всей красе раскрывается. Так, не подключён. Сколько... Какая температура-то у нас, кстати? 3... Замечательно. Ну, давай уже подключайся, интернет. Так, автострада левее. Да. Всё, как и говорит нам навигатор. Здесь налево. И указатели тоже говорят налево. Всё это выводит из города дальнобойщиков, прибывших из Гетебурга на автостраду, чтоб не шлялись по городу, не создавали блуждающий трафик. Так, так, так. А дальше? Пока непонятно. Опять же... Ой, это я. Так, ну всё, прямо. Вроде выехали на автостраду. Ну, точнее как, напрямую к автостраде. Не поинтересовался я что-то за киль, какое население, сколько лет ему, чем тут люди занимаются. Так, мы успеваем. Здравствуйте. Так, и здесь тоже должно успеть. Да, здесь даже и жёлтый не увидим. Всё прекрасно. Так, подключён наконец-то. Заказы. Заказы. Маршрут до заправки. Маршрут до заправки. Вот. Давай. Ну, уже вроде как бы это, и так всё ясно. Конечно же. Спасибо, навигатор. Без тебя справились, получается. Ну ладно, хоть сейчас посчитаемся, что там. Вот топливо у меня где-то 500 литров. Опа, вот здесь мы уже не успеваем. А 500 литров мне хватит. Ой, да куда угодно хватит. Это, считайте, на полторы тысячи километров 500 литров. Ну, так грубо, я не считал особо. Так, наконец-то расчёт маршрута пошёл. Так, а до Бельгии, до центра, наверное, 700 километров всего, если верить гуглу. Да, Швеция вообще просто, не знаю, буду скучать по ней. Классно. Я скатался в Швецию, поморозил там свои руки, ноги и всё остальное. Ха-ха. Но насладился вот этими зимними пейзажами. Просто великолепно, я считаю. А вот эти мне Швеция. Швеция мне близка по итогу теперь. Швеция – это не Италия. Италия – это, так, развлечение, отпуск, тепло, кайф. А Швеция – это такая душевная, душевная что-то такое. Классно вообще. Мне же надо проехать ещё сегодня Нидерланды. Вот это вообще кайф. Через два километра держитесь левой стороны. Так, а для Нидерландов нам нужна евровиньетка. Надо сейчас заказать её. Попросить своего логиста, свою логистку Ирину, чтобы она мне сделала на сегодня или на завтра, блин, непонятно. На когда? Ладно, надо сделать остановку и спланироваться. Сколько там у нас до границы с Амсардамом? Нужна ли мне на сегодня виньетка или я тогда лучше на завтра оставлю? Просто получается так, что Нидерланды было бы мне удобно проехать за два дня. То есть половина сегодня, половина завтра. Но так дороже получится евровиньетку на два дня брать. Лучше я тогда где-нибудь перед Нидерландами сегодня остановлюсь. Вот опять же, а сколько до границы? Непонятно. Успею ли я потом к пятнице. 900 метров держитесь с левой стороны. Так что да, пока едем. Да, в принципе, часа три проеду. Остановлюсь на обед уже, получается, и там спланируюсь. А пока прём-прём по Германии. На связи, господа. Германия. Остановился на 45 минут. И набираю водичку. Классный храм. Абана, ветер иногда мешает. В целом. В целом попадает струя. ПОСНЯ. 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 Вот это-